Это Нижнекамский парк Победы. Здесь есть вечный огонь, стелла. Можете посмотреть сверху, там есть орден Победы. Здесь все покрыто плиточкой. Очень красиво, чисто, нарядно и уютно. Еще из инсталляции здесь с правой стороны от меня военная техника, а с левой памятник. Давайте посмотрим, что это за памятник. Ну, я вам сразу скажу, это памятник тем, кто ковал Победу в тылу, труженикам тыла. То есть там есть женщина, которая собирала средскохозяйственные культуры различные, чтобы готовить еду на фронт. Есть мальчик, который какой-то механический труд делал, да, обрабатывал металл, может быть, винтовки для того, чтобы тоже помочь как-то солдатам. И есть мужчина, который копал, возможно, ну, тоже помогал сажать, да, какие-то действия делал, чтобы все было для победы, все для фронта. И мальчик, интересно, он стоит на сундуке, на чемодане на таком, на коробке, потому что раньше, ну, станки, естественно, делались все под взрослых людей на заводах, и он бы просто физически не достал, потому что он маленького роста. Поэтому на производстве детей ставили на какие-то вот такие приспособления, чтобы они доставали до станка и могли полноценно работать. Здесь есть скамейки, травка. Не все скамейки покрашены, но они все в хорошем состоянии, на них можно посидеть, отдохнуть. Есть клумбы с разными интересными цветами, елочки. Вот, и военная техника. Ее немного, в три единицы всего. Две пушки и один танк. Но, тем не менее, это очень здорово, что здесь дети и взрослые могут посмотреть, как выглядела техника, благодаря которой в том числе была одержана победа фашистской Германии. Техника, естественно, не рабочая уже, но она очень круто. Ну, то есть в очень хорошем состоянии содержится. Вот здесь звездочки, различные приспособления. А вот здесь, вот здесь внизу гуляет собачка. Я не знаю, чья она. Вот. И здесь танк с номером 70. И это очень здорово. На нем написано Никита. Ну, пусть это будет от совести Никиты. Оставайтесь на этом канале. И здесь будет еще несколько экскурсий по разным интересным местам города Нижнекамска. Конечно, они все будут в 360 градусов, так что вы сможете окунуться в эту виртуальную реальность.